Продолжение следует... Привет-привет, друзья! Извините за такую задержку. Ну, так уж получилось. Извините за такую задержку. Хорошо. Ну что ж, мы продолжаем нашу картинку, я думаю. Я посмотрела пока и поняла, что у меня, например, вот частично довольно-таки светло. Нарисовано мне неудобно очень рисовать. То есть мне нужно рисовать многие вещи просто там потемнее. Я перехожу к радикальным мерам. Извините за такую задержку, за то, что я так пропала. Но у нас так получилось, что у нас отопление сломалось. Понимаете? И мы уже, на самом деле, уже с пятницы, уже без горячей воды и без отопления. А при наших температурах, не самых, скажем так, теплых сейчас, это не очень приятно. И я очень рада, что нам наконец-то сделали... Наконец-то все отремонтировали снова и сделали наше отопление. Что я надеюсь, что я надеюсь, что сейчас будет горячая вода. И я прям счастлива. Вы можете, наверное, меня понять. Такую температуру осенью без отопления это нехорошо. Вот так. Немножко вот тут я все-таки размою. Вот. И эту сторону хочу сделать чуть потемнее. Ну вот. Тут намекну немножечко на окошко. И тут как будто бы тоже. Но не так сильно ярко. Вот таким вот образом. Вот. Получается немножечко объем. Да. Что еще нужно? Сделаю вот эту вот верхнюю часть. Мне хочется ее тоже сделать потемнее. Она на самом деле значительно темнее на референции. Да. И размою чуть. Все идет по сюда. О, уже чуть-чуть появляется объем. Да. А то как-то повисло все это в воздухе. Совсем непонятно. И мне вроде как немножко показалось странным. Вот тут у меня тоже уже что-то было. Вот. Тут тоже. И. Все. Вдох. Вдох. Чувствую, что она потемнее еще. Таким. Вдох. Вот. Вот. Немножечко намекаю. Мне не хочется вот сильно вырисовывать вот эти вот боковые окна. Я на них только намекаю на одной высоте, пусть только будет намёк. Что стоит нарисовать наверху? Про монтёра хотела сказать. У нас отопление, извините, что я пропала до этого, у нас отопление вырубилось. Представляете? И это вот сейчас в октябре. А холодрыга на улице уже. И дома холодно. Точно так же, как на улице. Вот. И это уже с пятницы. И воды горячей нет. А это только что приходил монтёр. Так что я очень даже счастлива, что, кажется, отопление опять заработает. Вот. Надеюсь, прям очень. Вот. После этого визита. Ну, тоже может чуть-чуть поменьше. Иначе это, конечно, ваще. Что ещё можно сделать? Нет, такой тёмный не надо. Так, побрызгать надо краски. Они у меня высохли за это время. Я побрызгала краски. Ну, самое начало пропустили, не страшно. Это всё я сохранила. Во всяком случае, до завтра будет вся эта прямая трансляция. Она будет вся так за 24 часа вам будет доступна. Так что ничего страшного. Тут ещё добавлю чуть-чуть зелени, как будто. Там есть такое. Пусть будет. Да? Ну, тогда придётся и на этой стороне, скорее всего, тоже добавлять. Ну, пусть. Тоже можно это делать. А, немножко лихо, наверное, темно сделала. Темновато сделала. Ну, в принципе, норм. Так. Сильно темновато, наверное, заделала. Сильно так темно не стоит. Ну, в принципе, идея была такая, что я фактически объяснила, что там край и что-то за ним. Всё. 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 там ничего делать, ничего пока не буду. Может, переборщил. Достаточно. Назамучиваю немножко. Согласна. Вот, верх. Верхнюю часть что-то нужно сделать наверху. Вверх, вверх, вверх. Вверх я оставлю, думаю, достаточно светлый. Мне как-то, знаете, я буду крутить, потому что мне очень неудобно. Не подлезть под этим самым телефоном. Вверх, вверх. 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 Я, в принципе, хочу намеркнуть балкон наверху, но мне его не хочется очень нарисовывать, потому что он не в центре внимания, вроде бы как, чтобы с одной стороны не было такого, как будто там полностью всю жизнь закончилась, да, чтобы вроде как было понятно, что там еще был балкон, но с другой стороны я его вырисовывать не хочу. Вот, поэтому вот таким вот образом я его так только намекаю, и можно еще как-то вот так объяснить, что там тоже что-то есть, окно, еще что-то, да, что там жизнь не закончилась, а чтобы это все не было сильно навязчиво, я это так слегка разнула. Так, сейчас смотрю, вот что-то в этой картинке все-таки не хватает. Я, собственно говоря, знаю, что это тут немножко не дружба по тону, вот в чем дело. Да, она такая у меня получилась немножко не совсем дружная по тону, ее нужно вот тут усилить кое-где по тону. Ой, неудобно. Тут можно немножечко утемнить. Потом еще, опять еще раз кручу, потому что мне явно неудобно. Вот тут такой переход, очень неудобно подлазить от четкого к нечеткому, слишком, слишком такой навязчивый, да. Поэтому я сделаю там все-таки пару еще четких вещей. Все, мне кажется, наверху достаточно. Надо еще... Так, что, собственно говоря, стоит еще сделать. Пуп-пуп-пуп. В принципе, в основном все уже окей, чтобы больше и не надо, немножечко недостает еще теней, поэтому вот на самой двери. Поэтому она и от растений. Вот тут вот я нарисовала тень от растений, а вот у двери, у самой немножечко недостает. Вот, я беру, опять же, кобальт с сиен...не, не с сиеной жженой. Разбавляю его чуть-чуть карминовой. И делаю вот, собственно говоря, вот эта вот сторона, она должна быть немножко в тени, она не теневая. Ой, вот это сильно темно, это не надо. А сейчас слишком бледно. Получается немножко такое странное ощущение, потому что немножко не достает у двери вот именно тени. Вот так это висит в воздухе. Ее надо немножечко везде приземлить. Особенно вот тут внизу, но не закрашивать. Там, где она, вот эти самые красные цветы, фактически на дверь заходят, там они пусть заходят дальше и можно. Вот, а еще немножечко не хватает как бы тени вот тут. Но на нее нужно помягче. Видите, тень, все эти вещи как-то немножечко приземляет. Да, вот там вот за горшками тоже немножко неоправданно светло. Таких жестких не надо краев. Пожалуй, тоже можно подразмыть. Вот. Ну, хотя, она могла бы быть пожестче, вот тут потемнее. Вот, вот, вот. В принципе, уже больше как-то это все приземлилось. Хочется, наверное, на тени чуть-чуть еще вот тут. Да. Вот, сильно много воды ляпнула, это будет означать, что получится, скорее всего, пятно цветок. Да, это не надо. Ну, хотя тут, в принципе, совершенно не страшно было бы. Ну, ладно. Замульчиваю до дырок, по идее уже все это не надо. Немножечко кривовато получается. Вот этот балкон абсолютно кривой получился. Хорошо. Вот, еще смотрю до тени, наверное, еще надо усилить на самой картинке, на самой двери. И тогда все станет на свои места, мне это кажется. Вот, иначе она немножко совсем такая повисшая в воздухе дверь. Ну, не знаю, даже не знаю, что еще написать. Наверное, уже пора остановиться просто, да? Что еще хотела? Немножко можно еще усилить кое у детей. Например, вот тут. Кстати, тоже что-то типа горшка, который я полностью проигнорировала. Ну, ладно. Значит, не надо. А, я знаю, что еще эти решеточки остались. Да? И, в принципе, все. Вот, там что-то еще есть. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Все, там уже слишком много всего этого резного, уже больше, чем достаточно. больше явно не надо. Все, мне кажется, хватит. Можно еще чуть-чуть сделать. Можно еще чуть-чуть сделать. Вот еще, так, создано двери, пару полосочек. Я беру опять белила и с зеленым немножечко, чтобы было, однако, почти белое, но чуть-чуть зеленое, не совсем белое. Вот. И смотрю, что там есть за акценты. Так, уже не получается. Вот. 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 Вот уже сделала. И вот тут еще штуку на самом верх. И, типа, какая-то ручка или что-то такое. Пусть что-то думалось, что там все-таки что-то есть. Да. Ну, все. Решетку нужно еще нарисовать, вот что нужно. Помните, у нас еще там была в самом начале была задумана решетка, которую мы, собственно говоря, потеряли? Ой-ой-ой, где мои кисточки? Так. А решетку мне нужно, в принципе, темный цвет. Я возьму сиену жену и возьму басультрамарину. Я могу этим самым, если я его относительно густо намешаю, то я могу получить довольно-таки темный цвет. Так, а он вообще темный? Да. Да. Ну, вот сильно со всем черным все равно делать не надо. Сейчас я попробую на бумаженьце. сиену. Да, вполне себе, но она может быть по... Я хочу лучше посинее. Пусть будет лучше ближе к синему, чем черному. Попробую еще раз. Да, пусть будет. Вот так вот можно сделать. Ну да, балкон нравится свинью. Знаешь, в принципе, была идея, что балкон, он, так сказать, немножечко на втором плане, чтобы он не навязывался. Вот именно. Да. Хорошо. Рисую вот заборчик такой вот, решеточку. Вот он. Я намешала сиену жену с ультрамарином. Ну так, чтобы они скорее уходили в синий, а не в черный. Вот как-то так. Смешно получается. На одной высоте теперь нужно сделать. Как будто тут кое-где только просвечивает. Вот так. Вот так. Что, мы сняли в синий. Чуть-чуть меняла немножко вот тут же скола. я его чуть-чуть промокну три раза нарисовала три раза стёрнула я так умею пусть будет так мне кажется достаточно мне кажется я только замучаю немножечко пусто пустовато наверху но вроде бы как с другой стороны интересно да что значит окна зачем еще что-то типа забор выше 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 Замучиваю. Вы уже поняли, да? До дырок. Давно пора остановиться. А я замучиваю. Мне почему-то упорно не нравится, что балкон кривой. Ну да бог с ним. Все, мне кажется, я уже просто замучиваю до дырок. И уже давно пора остановиться. И все это уже так. Ни к чему сейчас. Что я тут на мазюке делаю. Так что в эту сторону хочется потемнее сделать. Потому что тут вроде как тень. На этой стороне. Все. Поэтому я думаю, я просто заканчиваю. И не буду совсем уже до дырок ее доводить. Балкон получился кривой. Но это из-за того, что я под телефоном не могу попасть. Что повторяют. Ну что, извините. Я давно не читала. Я не читала комментарии. Сейчас, пожалуй, иглова плохо. Я не читала комментарии. Сейчас я, пожалуй, полистаю. Почитаю. И скажите, что там. Все повторяют, чтобы Надя увидела игру. Вот и все. Так. Кирпичная кладка облупилась. Здорово. Каждый видит свою. Ну да. Ну да. И комментарии про углы. Какие углы? Здесь художники работают. Я думаю, кирпичи в таком цвете. А что это за скетчбук? Это Клеофонтен. 100% хлопок. Рисуйте себе свои углы. Углы. Передней стены хочется. Ну, шоу. Это классно, да. Киза, да. Опять не успела. Не страшно. Если не успели, я сейчас сохраню. И можно будет, в течение 24 часов, можно будет посмотреть. Мне коллективно решили, что не хватает границы. Ну, надо границу, границу фронтальной стены нужно рисовать плоскостями. Тут нельзя рисовать. Вы хотите, чтобы вот эту полоску нарисовать? Это так нельзя. Нужно тогда утемнять вот эту вот всю плоскость. Там нет темной полоски. Ни темной, ни светлой. Надо было тогда вот эта плоскость, чтобы была светлее. Вот эта потемнее. Вот эта еще темнее. Но явно не рисовать их вот полосками сейчас. Полоски там будут не в тему. То есть, можно затемнить вот эту вот часть. Ну, там все такое мокрое. Сейчас не хочется мазать еще сильнее. Вот. Но не рисовать полоски вот тут. Сиди ноженую ультрамарин. Уф, целый день уже наблюдаю. Так мы же с перерывами делали. У меня тут был монтер, был между делом. Отремонтировал мне. Отремонтировал нам отопление, которого не было с пятницы. Кажется, батарея заработала. Я счастлива. Ждем, когда начнет читать комментарии. Ну, что ж. А какие белила я использую? Я использую вот эти вот. У меня тут вот Винсер Ньютон. Ну, в принципе, я использую шминки. Это... Сейчас, качаю. Качнула вас. Это титановые белила акварельные. Но можно, по идее, взять и... Можно взять и... Скажите, я слово забыла. Гуашь. Можно и так. Да. Чем белила гуаша? Ну, это разная краска. Акварельные белила и гуашь. Но, в принципе, они используются и та, и другая. Можете вы вполне использовать в акварели. И гуашь, и можете вы использовать акварельные белила. Но, в принципе, и те, и другие, они не очень так... То есть, они не так уж радостно кроют. Для того, чтобы они крыли, нужно брать их прямо вот густо. Это очень частый вопрос, что люди спрашивают, как сделать, чтобы фактически... У меня белила не кроют. Вот. Надо их просто брать густо. Белила не кроют. Вот. Так. Народу очень хочется... Темнее сделать стену. У, зелень получилась нехорошо. Другой очень хочется сделать стену темнее. Вот. Я же рисовала ее уже. Иначе мы... На самом деле, нехорошо. Потому что мы замучиваем до дыр. А так не надо. Нарисовали один раз. И все. И не надо мучить. Вот. Вторая стена. Видите? Вот. Раз хочется, то нужно так. Теперь у нас есть край. Ну, на самом деле, еще и вот тут надо. Тогда усиливать. Вот, теперь есть края. Появился объем. Появился объем. Да? Во. Появился объем. Вот. То есть вот эта вот стена одного тона. Это темнее. А это вот самая светлая. Вот это вот, по идее. И вот тут внизу тоже. Вот это тоже надо. Вот таким вот образом. Вот теперь у нас это раз края надо рисовать, то вот так на самом деле. Вот тут как-то много темного, можно чуть-чуть добавить вот так, чтобы не сливалось вот это вот всё, я чуть-чуть добавила. Теперь у нас получилась вот эта часть стены прямо даже темнее, чем нижняя тут вот у этой самой, фактически ступенька. И теперь как-то верхняя часть тоже очень сильно теряется. Мне теперь прям хочется наверху тоже что-то добавить. Спасибо. 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 И теперь уж точно, как шутка, я этот эфир запомню. Да? Что? Какой? Еще раз про углы или что теперь? Как несколько луж и наверху углы. Расскажите, пожалуйста, по литру, где смешивали. Вот. 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 Вот это вот, собственно говоря, вон палитра. И еще есть вот. Вот тут вот смешивала зеленый для двери, для светлого места, для темного. Вот тут вот какой-то коричневый цвет для грижучки вокруг. Да. Замучиваю. Все. Все. Я думаю, достаточно. Еще какие-то вопросы я сейчас... Прекрасно играет. Спасибо огромное. Главное теперь самим все углы соблюсти. Там палитра прошлых рисунков вся полная разных красок и замесов. Ну да, есть такое. Есть такое, что, например, у меня вот тут у меня очень много фактически зеленых цветов было выдавлено. Вот тут вот. И там столько много краски, ну ее просто очень жалко выкидывать. Поэтому я не всегда убираю. То есть я ее не мою по литру, а просто использую по новой. Да. Иногда, иногда, максимум, что я делаю, я вот иногда бывает вот таким вот образом ее протираю. Ну, когда не сильно много краски на ней. Вот. Ну, иногда, когда сильно грязно, я тогда начинаю мыть. Хорошо. Тогда огромное спасибо вам всем, кто со мной вместе рисовал. Спасибо за коллективную помощь. за то, что рисовали со мной. Да, скотч снимать? Ну, можно. Давайте. Нет, я пока не буду, потому что вот тут вот мокрая. мокрая. И если я сейчас буду снимать скотч, то оно затечет. Нужно или высушить, или подождать просто, пока оставим. Да. Да, я обязательно сохраню эфир. Все до этого, вот все части, которые были в эфире, они все уже сохранены. Я их уже сохранила. То есть это уже какая-то третья или четвертая часть. Да. До этого все я сохранила. И эту сохраню тоже. Обязательно. И напоминаю еще раз для всех, напоминаю еще раз, не забудьте, что в Дрестоне в ноябре и в Праге в феврале будут акварельные живые интенсивы. И кому интересно и кто хочет, присоединяйтесь. Балкон получился все-таки кривой, потому что подлезть под телефоном неудобно. Да. И кому хочется, присоединяйтесь и поехали с нами. в Прагу или приезжайте ко мне в Трестон. На самом деле рисунок нарисовал, нужно его куда-нибудь убрать быстро, чтобы не замучить до дыра. Потому что если на него смотришь, начинаешь все время что-то еще видеть и хочется еще что-то подправить, еще что-то подправить. А на самом деле вовсе не надо, надо его просто вставить. Да, а я начинаю что-то еще подправлять. И по-праве. 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 Все. по-праве. И по-праве. И по-праве. У меня. У меня. У меня хорошая хлопковая бумага. Она все это выдерживает. Все протирания. Все там. Добавления. Еще раз что-то налила. Еще раз что-то налил. Все это выдерживает моя бумага. Да. Я сохраняю эфир. Я выхожу сейчас из эфира. Пока еще он не выключился каким-то там неудачным образом. Да. И сохраняю его. И буду очень рада, если вы так сказать посмотрите. Он во всяком случае будет. Да. Во всяком случае он будет до завтра онлайн. В этом самом. В инстаграме. Да. И посмотрю. Может быть мне удастся еще его загрузить на YouTube. Ну все. Спасибо. Пока.